Программа Кругозор и я ее ведущая Виктория Муратова. Здравствуйте! Одним из приоритетных направлений развития Московской области является ремонт дорог и благоустройство придомовых территорий. В городском округе Егорьевск специальная комиссия во главе с председателем общественного совета Александром Ивановичем Плотниковым и представителями администрации округа проверили дорожные участки по улице Владимирская, на которых ведутся ремонтные работы, а также благоустройство прилегающих участков. Внимание на экран! В работу совета депутатов входит не только принятие местных нормативных актов, но и контроль исполнения наказов. Да, наказы были даны. Вот два года назад я приезжал, обращались ко мне жители 13-Б дома. Мы вот сейчас вот были там детская площадка. Она будет благоустроена в этом году. Вот они два года назад обращались, там хотя бы просили заменить игровые элементы. Но посчитали, что раз она в плане целиком площадка с резиновым покрытием, не было смысла менять игровые элементы, когда они год подождали. Сейчас вот будет замена и нормальная площадка детская появится. Заместитель председателя совета депутатов Александр Плотников проверил качество выполняемых работ по благоустройству дворовых территорий и внутриквартальных асфальтных дорог на улице Владимирской. Да, надо пробу брать все. Но заделать кто-то должен это. А потом здесь канавка убегать. И на проезжей части ведь так. Но проезжей части меня не допускают, а здесь я могу сказать. Да. Заделки есть в контракте. То есть они заделываются... Не-не-не, я гарантию даю, что никогда нигде не заделываются. Но это еще не конечный результат. Это? Заделка? Это конечный результат? Да, да, да. А почему? Вот цементом или что-то? Это не цемент. Это жидкость, когда пилит. Когда пилит, смачивается диск для того, чтобы он не тупился. А что же асфальтом-то не заделать кусочек? Стоп. Вот это асфальт. Это холодный асфальтобетон. Им, кстати, зимой заделывают яму в зимний период. А раньше вообще очень много холодным делали. И летом тоже. Нет, ну погодите, мы давайте не будем не драться ничего. Ну это же просто щебенка сверху, этот самый, укинули. Мы расковыряем. Можно? Можно, да? Если ты расковыряешь, потом они... Что делают за тобой, то пожалуйста. Они еще приедут, так что я попрошу заделывать. Да, да, я езжу здесь на работу, я посмотрю. Это холодный асфальтобетон, просто это не... Нет, чтобы не это... Ну, не дели руками, видимо. Он для этого в таком виде существует, чтобы его можно в холодную погоду, ну, правильно заметили, и летом делали, вот так вот заделать яму. Ну, мы сейчас посмотрели выполнение плановых работ по благоустройству дворов по улице Владимирской. Ну, вот как вы видите, два двора благоустроены, но работы еще ведутся. Часть надо будет на тротуарах подсыпку сделать, кое-где обордюрить. И один двор, дом 11А в плане, и как нам сказали с благоустройства администрации, в этом месяце приступят к благоустройству. Там будет установлена детская площадка, будет газон оккультурен, и со временем там покрытие бетонное, но оно уже, естественно, от погодных условий выщерблено, камушки торчат, и это травмоопасно, особенно для детей, и в планах асфальтированное. Но это уже не в этом году. То есть, сегодня мы убедились, что план мероприятий по благоустройству дворов, который администрация на начало года составила, он пока выполняется в плановом порядке, все нормально. В связи с аномальной жарой власти Подмосковья попросили жителей региона отказаться на неделю от приготовления шашлыков и отдыха у костра. Ранее Комитет лесного хозяйства Московской области ограничил доступ в лес с 12 по 19 июля из-за высокого риска возникновения лесных пожаров. Не исключено, что ограничения посещения лесов Подмосковья будут продлены. Конституционные нормы о защите материнства, детства и семьи составляют основы государственной поддержки семьи в Российской Федерации и являются обязательным условием реализуемой государственной политики. Система общественных мер по охране материнства и детства призвана обеспечить рождение и полноценное развитие здорового ребенка, а также профилактику и лечение заболеваний женщин и детей. В нашем следующем сюжете главный врач Егоревской центральной районной больницы рассказал, как реализуется эта установка в нашем городе. Ни для кого не секрет, что защита материнства и детства – это одно из основополагающих направлений нашего государства в социальной сфере и медицины в частности. О том, что сделано и будет сделано в области здравоохранения в городском округе Егоревск, докладывает главный врач Егоревской больницы Маркитан Сергей Викторович. Защита материнства и детства невозможна без системы здравоохранения и системы здравоохранения, наверное, в этой стезии выступает как первичный элемент. На сегодняшний день качество оказания медицинской помощи регламентируется пятью основными принципами. Медицинская помощь должна быть доступна, медицинская помощь должна быть своевременной, медицинская помощь должна быть достаточной, эффективной и безопасной. Именно на эти пять основных постулатов на сегодняшний день ориентирована Егоревская центральная районная больница и ее структурные подразделения, которые занимаются проблемами защиты материнства и детства. Если мы будем говорить про 2020-2021 год, то необходимо отметить, что эти два года проходили и проходили для Егоревской центральной районной больницы в очень сложных условиях. Это условия пандемии, новой коронавирусной инфекции. И прежде всего это коснулось того, что в начале 2020 года мы перепрофилировали имеющийся стационар родовспоможения в ковидный госпиталь. На тот момент, когда мы перепрофилировали, это было 200 коек. Далее в связи с ростом заболеваемости и числа госпитализации мы увеличили это до 250. И вот уже в третью волну пандемии новой коронавирусной инфекции наш ковидный госпиталь развернут уже на 350 коек. К сожалению, даже этих 350 коек потенциально нам не хватает. Мы принимаем больных не только с территории городского округа Егоревс, мы принимаем больных со всей Московской области. Мест всегда не хватает. Тем не менее, для того, чтобы не нарушить планы по оказанию медицинской помощи по профилю акушерской гинекологии, нами был разработан четкий план маршрутизации пациенток в Коломенский перинатальный центр. В этой схеме маршрутизации мы приняли постулат, что, чтобы избежать домашних родов, преждевременных родов, госпитализация проводится в заблаговременном режиме. То есть на 37-38 неделе гистации женщины высокого и среднего риска госпитализируются в заблаговременном коломенском перинатальном центре. Статистически за 2020 год было зафиксировано 5 домашних родов и за полгода 2021 года это одни домашние роды. Основная причина таких домашних родов, которые произошли, связана с религиозными мотивами самих женщин. Несмотря на то, что мы проводим большой объем профилактической работы, в этом направлении не менее определенные ошибки в этой системе существуют. Кроме того, мы организовали работу по обследованию всех беременных женщин высокого и среднего степени риска на носительство ковидной инфекции. Естественно, когда начиналась вся эта эпопея, естественно и система здравоохранения не знала, с какой темой она столкнулась. Поэтому приходилось принимать решения буквально в режиме онлайн. Мы ведем беременных женщин, которые поражены коронавирусной инфекцией, ведем их совместно с терапевтами. Это по амбулаторному этапу. И напоминаю, что в нашем стационаре родовспоможения отдельно развернут акушерский стационар для оказания помощи беременным роженицам и родильницам с зараженными новой коронавирусной инфекцией. В Московской области два таких стационара. Это крупный стационар Сергеев-Пасад и второй стационар это Егоревская центральная районная больница. В конце мая этого года в женской консультации нашей был организован кабинет медико-социальной и правовой помощи беременным женщинам, где будущие мамы, столкнувшиеся с проблемами выплат денежных пособий, с какими-то юридическими проблемами, могут получить бесплатные консультации социального работника, юриста, медицинского психолога. Одним из постулатов, как я уже сказал, стало оказание доступной медицинской помощи. На село у нас четко по графику выезжают и акушер-гинекологи, и врачи-педиатры, и детский офтальмолог, и детский невролог с целью для того, чтобы жители села получали именно тот объем медицинской помощи, независимо от их места проживания. Кроме этого, в этом году у нас стартовала программа по онкопрофилактике, патологии женской половой сферы. Значит, мы сейчас проводим жидкостное психологическое исследование с типированием папилломовируса. Почему мы это проводим? Потому что это на сегодняшний день считается маркером онкологических заболеваний у женщин. У нас появилась возможность в этом году вакцинировать наших девочек в возрасте от 12 до 17 лет вакциной против простого герпеса, который тоже является предиктором онкологических заболеваний женской половой сферы. Что касается педиатрической службы, мы проводим профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию отдельных групп населения. Если показатель за 2019 год у нас составлял 96% подвернутых этим обследований, то 2020 год это 100% обследований. Я надеюсь, что в 2021 году мы также выйдем на этот показатель 100%. Мы уделяем большое внимание укомплектованию кадрового состава Егоревской ЦРБ в сфере проблемы защиты детства и материнства. Сразу скажу, что в 2019 году мы привлекли 4 врача-педиатра, 2 врачи-апушер-гинекологов. В этом году мы уже привлекли 6 врачей-педиатров. Мы организовали помимо этого работу врача-пульмонолога. Причем врач-пульмонолог по 121 приказу не делится на взрослого и детства, поэтому в его расписании присутствуют 4 ячейки специально для приема детей. Мы еще договорились о том, что врач-еприптовал будет вести прием у нас на нашей территории один раз в месяц. Тем самым мы приблизим вот эту специализированную медицинскую помощь непосредственно к нашим жителям. В этом году готовим отдельного специалиста, который будет заниматься проблемами иммунологии и аллергологии. Прием планируем открыть данного специалиста на декабрь 2021 года. И с сентября этого года у нас начнет прием врача-нефролога. Мы тоже обучили этого специалиста. Сразу говорю, что направление детской нефрологии в Московской области развито очень слабо. И именно мы сейчас будем являться тем пилотом, который будет, так скажем, знаменовать свое развитие детской нефрологической службы в Московской области. Мы активно подаем заявки в Министерство здравоохранения Московской области для привлечения тяжелого оборудования на территорию городского округа Югоревск. И в сентябре этого года у нас будет установлен МРТ-аппарат, который будет обслуживать наших детей и женщин. Кроме этого, мы получили пять аппаратов ультразвукового исследования с кардиопакетом, которые мы установили в детской поликлинике, мы установили во взрослых поликлиниках. Помимо этого, мы на одной из встреч звучало о том, что необходимо открыть кабинет охраны зрения. С сентября месяца у нас мы получаем специальный аппарат, который позволит моделировать и корректировать детское косоглазие. Поэтому с сентября месяца у нас этот кабинет тоже заработает. Вот это, наверное, основные мероприятия, которые мы провели и планируем закончить в 2021 году. На портале Госуслуг упрощена процедура выдачи субсидий малому и среднему бизнесу в Московской области. Речь идет о субсидиях на модернизацию производства или уплаты первого взноса по лизингу. Теперь предприниматели смогут подписывать соглашение о субсидии в личном кабинете, не посещая ведомство очно. Для этого понадобится только усиленная электронная подпись. Заявки на субсидии принимают до 30 июля включительно. В эту субботу в 20.00 выпуск от первого лица. Продолжение интервью Ольги Бирюковой и генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Телемост» Дмитрия Силкина. А после в 20.40 программа «Грани». В этом выпуске мы провели увлекательную беседу со стилистом по прическам и мастеру по изготовлению украшений Еленой Крыниной. Не пропустите, будет интересно. Ну а наш выпуск подошел к концу. С вами была программа «Кругозор». Увидимся ровно через неделю в 21.00 на телеканале ТВ «Мост». Пока! Субтитры подогнал «Симон»!